В Беларуси с 1 декабря снова вырастут пенсии. В этот раз на 5%. Такое решение главы государства озвучено на совещании во Дворце независимости. Это уже третий перерасчет пенсий в нынешнем году. С марта выплаты повышались на 7%, с августа еще на 10%. Как отметил Александр Лукашенко, решение обусловлено в том числе профицитом бюджета Фонда социальной защиты населения. Ну, что нам накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас. Поэтому я подписал указ уже с 1 декабря. Мы на 5-6% увеличим пенсию для наших людей. Хотя, должен сказать, если считать макроэкономически, в среднем, как-то делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться. Потому что, в среднем, подчеркиваю, это выше инфляции на сегодняшний день. Ну, а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже, ну, значительно преимущество перед инфляцией. Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут, ну, наверное, не владеет вопросом. У нас кое-что там подорожало и не на 10%, а на 20%. Я не зря подчеркнул, что я имею в виду среднее значение. Да, поэтому и к ценам несколько раз я обращался. И сегодня хочу подчеркнуть, я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли, ну, больше 10%, скажем так. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработки системы ценообразования. Чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить. В целом, во Дворце независимости сегодня обсуждают инициативу Минтруда и соцзащиты по реформированию системы начисления и выплат пенсии пособий. Среди предложений цифровой механизм без документального назначения пенсии. Амнистия в связи с Днем народного единства. Около 8,5 тысяч человек могут помиловать. Из них более 4 тысяч освободят из мест лишения свободы. Соответствующий законопроект сегодня сразу в двух чтениях приняли депутаты. В отношении заключенных подход индивидуальный. Все зависит от тяжести преступления. Ожидается полное освобождение, сокращение на год, либо смягчение срока наказания. Под амнистию попали подростки, беременные, одинокие женщины и мужчины с детьми до 18 лет. Исключение для тех, кто наказан за преступления в отношении несовершеннолетних. Также помилование касается пенсионеров, инвалидов и людей с серьезными хроническими заболеваниями, ветеранов боевых действий и пострадавших от Чернобыля. Отмечается, что на проведение амнистии уйдет около полугода. Процесс, как считают разработчики, не повлечет за собой ухудшение криминогенной обстановки. Обязательное условие амнистии это возмещение ущерба и деятельное раскаяние. То есть обязательно должна быть положительная характеристика из мест лишения свободы. То есть человек должен осознать степень своей вины раскаяться. Сегодня же в первом чтении принят законопроект об изменениях в образовании. В сфере регулируются правовые отношения. Кроме того, приняты несколько экономических законопроектов, которые касаются рынка ценных бумаг, объединений нанимателей. Отдельное внимание регулированию неплатежеспособности организации. Идея, она заложена в названии законопроекта. Это стимулирование к своевременному объявлению предприятиями о своей неплатежеспособности и вступление под защиту закона. То есть в документе предусмотрено множество мер, которые направлены на защиту и на мотивацию предприятий вовремя санироваться и вступать под защиту наших местных исполнительных органов власти. Здесь главный акцент сделан именно на реабилитацию предприятий, а не ликвидацию. Также депутаты ратифицировали международные протоколы в рамках Евразийского экономического союза, которые позволят упростить логистику. Антиправительственные лозунги и массовые задержания в Кишиневе. В молдавской столице демонстранты устроили пикет у гостиницы, где остановилась глава Еврокомиссии. Люди выступают против политики Брюсселя, а также президента Майи Санду, которая, по их мнению, не способна справиться с экономическим кризисом и не желает договариваться о ценах на энергоресурсы с Москвой. Протесты в Молдове продолжаются уже несколько месяцев и заканчиваются противостоянием с полицией и арестами. Еще 2 миллиона доз вакцины против коронавируса передал Беларуси и Китай. Груз приняло наше посольство в аэропорту Пекина. И сейчас он готовится к вылету. Вместе с препаратом Вероселл доставят и одноразовые шприцы. Ровно столько, сколько и ампул с вакциной. Об этом грузе договорились в Самарканде, где в сентябре встречались главы государств. Препарат самолетом доставят в Минск и затем он разойдется по медучреждениям. Всего Китай передал Беларуси уже около 5 миллионов доз противоковидной вакцины. 4,5 миллиона белорусская сторона закупила сама. Торжественный момент для сотрудников милиции. Сегодня в Беларуси день чествования ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск МВД. В столице у мемориала на берегу Свислочи почтили память те, кто отдал жизнь на боевом посту. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки к памятнику солдатам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Сегодня ветеранская организация, Министерство внутренних дел насчитывает более 27 тысяч человек. Это не просто ветераны. Это люди, которые отдали самое дорогое в своей жизни, свои молодые годы служению Отечеству и защите наших граждан от противоправных посягательств. Сегодня мы никогда не забываем наших ветеранов. И не только в праздник. Мы постоянно оказываем им помощь. В память тех, кого уже с нами нет, почтили минуты молчания. Также слова благодарности ветеранам, которые сейчас в случае необходимости готовы стать плечом к плечу с действующими сотрудниками.